В Объединенных Арабских Эмиратах проходит международная выставка под названием «Интернет вещей». Этот термин впервые был предложен учеными в конце 20 века и обозначает единую сеть, соединяющую бытовые предметы с виртуальным миром. На экспо в Дубае специалисты из разных стран представили передовые технологии в этой области. Количество вещей, подключенных к интернету, превысило количество людей на планете. По оценкам экспертов, в настоящее время к глобальной сети подключены почти 11 миллиардов человек процессов, наборов данных и устройств. На выставке в Дубае специалисты со всего мира демонстрируют, как интернет может облегчить повседневную жизнь человека. Китайские компании предлагают контролировать дома издалека. Основные характеристики жилья нового поколения – интеллект и экономичность. Если мы соединим кондиционирование воздуха, освещение и систему питания, то мы сможем сократить расходы на 30%. Одним прикосновением к планшету можно выключить свет в квартире или установить необходимый температурный режим. Кроме этого, можно контролировать, сколько энергии потребляет каждый бытовой прибор. Впрочем, возможности технологий не ограничены лишь коммунальной сферой. Удаленными системами контроля можно, к примеру, оборудовать общественный транспорт. Эксперты уверены, однажды в мире будет построен целый умный город. К единой умной системе можно подключить дома, больницы, транспорт. Интернет вещей может полностью изменить повседневную жизнь. С помощью новых технологий можно уменьшить заторы на дорогах, улучшить качество воздуха и в целом создать более комфортную среду для человека. С экономической точки зрения, развитие интернета вещей сулит компаниям неплохую прибыль. Только на Ближнем Востоке в этом году планируют заработать 2 миллиарда долларов США. В будущем, по подсчетам экспертов, прибыль в этой сфере может составить до 650 миллиардов долларов. Юлия Куц, CCTV Субтитры создавал DimaTorzok